Беларусь заинтересована развивать отношения с Бразилией и в политике, и в экономике. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с послом латиноамериканской страны. Бернард Жорк Леопольд Дегарсия Клингал год как возглавляет бразильскую депмиссию. Подобный формат общения с зарубежными дипломатами в практике нашего президента. Это возможность обозначить главные акценты в двустороннем сотрудничестве. В случае Минска и Бразилия приличное расстояние между государствами действительно не помеха. Нас связывает уже 30 лет дипотношений. На протяжении всего этого времени поддерживали контакт и развивали торговлю. Если оценивать белорусско-бразильские отношения, должен сказать, что они могут быть значительно лучше. И в политическом отношении, но прежде всего в торгово-экономическом отношении. Потому что торгово-экономические отношения – это основа, базис любых отношений. Если у нас будет в материальном отношении крепкая заинтересованность и связка определенная, тогда выстраиваются и политические, и дипломатические отношения. Как посол вы это не хуже меня понимаете. Мы просто должны с вами в результате сегодняшней встречи договориться о конкретных направлениях нашего сотрудничества, которые выведут наши отношения на более высокий уровень. У меня будет ряд предложений в связи с этим. И я думаю, что вы и до правительства, своего парламента, и прежде всего президента Бразилии, Лулу Дасильева, доведете мои предложения. И я вас прошу очень, как одно из основных предложений сегодня, направить сигнал своему президенту, что мы его ждем в Беларусь. В любое удобное время для него, лучше зимой, для того, чтобы он увидел нашу зимнюю природу. И мы могли бы во время его визита окончательно определить ту дорожную карту или план наших взаимоотношений. Еще раз подчеркиваю, белорусское руководство в этом крайне заинтересовано. Мы в Бразилии очень ценим отношения с вашей страной, а также ту работу, которая сегодня у вас проводится. Мы понимаем важность региона и деликатность ситуации, которая сложилась в вашем регионе. Мы также видим противостояние, которое сегодня происходит между Россией и западными государствами. Бразилия готова принимать участие в диалоге, и мы также видим вас как человека, который не только очень хорошо разбирается в сложившейся ситуации, но и человека, который может принимать участие в этом диалоге и способствовать разрешению ситуации. Из-за океана внимательно следят за ситуацией в регионе, и, судя по риторике, возлагают немалые надежды на диалог и мирное урегулирование. Посол выразил уверенность, что президент Бразилии с большой благодарностью воспримет приглашение белорусского лидера приехать. Знакомиться политикам не придется. Еще в 2010-м президенты выступили за расширение двустороннего сотрудничества между нашими странами. Что касается общей экономики, товарооборот в прошлом году превысил 350 миллионов долларов. Столько же, и даже больше, уже есть за половину 2023-го. Но это далеко не рекорд для стран. Бразилия традиционно входит в топ-10 наших торговых партнеров, в основном благодаря поставкам бразильских самолетов и нашему калию, который уходил в Латинскую Америку. Сегодня как раз обсуждались вопросы возобновления объемов поставок удобрений, также возможности сотрудничества в сельском хозяйстве и поставки тракторов. Несправедливые дискриминационные ограничения рассматриваются экспертами, как способ устранения конкурентов. Бразилии на рынке продовольствия как крупного игрока, Беларуси на рынке удобрений. Во время встречи обсуждались важные аспекты нашего двустороннего взаимодействия. Конечно же, сегодня мы живем в достаточно сложное время, когда наложены большие санкции. Тем не менее, много было сделано и сказано для того, чтобы их преодолеть и чтобы сотрудничество между нашими странами углубить. Не менее важным считают и гуманитарный аспект сотрудничества. Так, делегации из Бразилии во главе с учеными планируют посетить Беларусь для подписания документов о взаимодействии с тремя нашими вузами. Продолжение следует...